Дагестан Дагестанский хоккеист попал в поле зрения НХЛ. Подробности расскажем в спортивной рубрике. Дагестан 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 Ведомство обратилось в суд с требованием обязать Западно-Каспийское водное управление провести демонтаж и утилизацию вредной конструкции. Дагестан Махачкала. Первые паломники готовятся отправиться на святые земли Мекки и Медины. Прямо сейчас на территории центральной джума мечети они собираются вместе, чтобы группами отправиться в аэропорт Махачкала. Дагестан 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 Все паломники первого рельса успешно прибыли в аэропорт Махачкале. Сейчас идет регистрация, таможенная проверка и загрузка багажа. Ну а затем долгожданный вылет в Джидо. Невозможно передать, нет слов. Это моя мечта была. Наконец-то Всевышний Аллах дал мне такую возможность. Ну, надеюсь, что Всевышний дал нам Тафик и Сили, чтобы ее сделать так, как он принял. И очень доброжелательные, самые хорошие, счастливые намерения сделать этот хадж. Исполнить свой долг и вернуться на родину. Особенностью хаджа в этом году является то, что из общего числа паломников, а это более 10 тысяч, половина из них отправится сначала в Мекку для совершения хаджа, а затем уже в Медину. В связи с чем уже здесь у себя на родине паломники надевают. Ихрам – это специальное одеяние для выполнения как малого, так и для большого хаджа. В этом году приходится нам здесь, и здесь нет таких проблем, одевать в храме тоже. И основное, что нужно, это чтобы мы укрывали те части тела, которым намазы нужно укрыть. То есть ниже пупка и выше колен. Это основные моменты. А одевание, оно как бы у каждого индивидуально. Рейс улетит напрямую из Махачкалы в Джидду. Паломники сразу поедут в Мекку. После завершения обряда хаджа поедут в Медину и возвращаться будут из Медины. Сегодня улетает на первом рейсе 180 пассажиров. Это, можно сказать, так и первопроходцы этого хаджа. Огромное количество, на самом деле, рейсов. В этом году у нас 11 тысяч человек улетает. И ожидается около 70 рейсов. Поэтому надеемся, что и первый рейс, и до последнего все пройдет благополучно. Для чего мы проделали огромную работу подготовительную. Думаю, все решало сложиться хорошо. По большому счету, раньше все наши предки делали, начинали оттуда, с Мекки. А выходили потом в Медину. Нормально, нормально, конечно. Мы же не в курорт едем. Как ее отдел такое спокойствие чувствует? Так четко. Как вот храм отдел? Я, ахамдуля, шикарно. Желаю, чтобы у всех была возможность сюда попасть. Точнее, не сюда, а дальше. Чтобы Всевышний всех позвал, иншаллах. Кто здесь не был, да. Кто здесь не был, кусал их позвал. Королка, королка. Да, кто здесь не был, кусал их всех позвал, да. Слышало. Ну что, друзья, мы проводили наших первых паломников и пожелали им счастливого пути. И по воле Всевышнего, наша съемочная бригада от Марва Тур сопроводит их на протяжении всего хаджа. Протянем руку помощи. Телеканал ННТ вместе с фондом Инсан продолжает цикл материалов о тяжелобольных детях. Сегодня в нашей с вами поддержке нуждается 7-летний Мухаммад Али, которому требуется курс реабилитации. Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции, достаточно будет перечислить любую сумму, перейдя по QR-коду, который вы увидите на ваших экранах, или через мобильное приложение фонда Инсан. Подробности в сюжете. Болезнь Гиршпунга – это один из тяжелейших вырожденных пороков толстой кишки. В результате генетического сбоя кишечник не выполняет свою обычную функцию. Мухаммад Али страдает такую болезнью. Только определить это сразу врачи не смогли. Выяснили только после операции. Получается, когда уже порезали его, только тогда точно могли сказать о диагнозе. У него оказался болезнь Гиршпунга – это аганглиоз толстой кишки. Он просто не работал, не функционировал. Синдром ленивого кишечника. А то, что он по большому не ходил, хоть его клизмили, он как бы не мог никак сходить. Живот был до таких размеров, как у лакушонка. После операции тоже он пролежал две недели в реанимации. Это вывели нам калостому. На момент первой операции и первого наркоза ребенку было всего три недели. После того, как вывели калостому, у него начались частые бронхиты, гипоксия и судороги. А в пять месяцев Мухаммад Али заболел менингитом. Случился отек и гидроцефалия. Мама проводила с ним долгие месяцы в больницах. Это паховое гружочее там обрезание. И получается из-за этого менингита, из-за гидроцефалии у нас задержка психоречевого развития. После оставил свой след. Нам вот вторая операция, то, что мы провели в Москве, нам вправили 100, мы удалили практически весь толстый кишечник. У нас в данный момент недержание стула, инкопресс. И, к сожалению, вот ему 7,5 лет, мы до сих пор в подгузниках. Мухаммад, ты знаешь, что ты полетишь, полечишься и тебе станет лучше? Тебе станет лучше? Стесняешься? Сейчас Мухаммад Али ходит в подгузниках. В психоречевом развитии он сильно отстает. Эльвира очень надеется на очередную реабилитацию в московском центре. И мы с вами тоже можем в этом помочь. Для этого нужно просто перейти по QR-коду на экране и подтвердить перевод. Любая сумма, которую вы жертвуете, поможет улучшить состояние больного ребенка. Айша Тухаева, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. И о спорте. В чемпионате Дагестана по футболу сыграны матчи второго тура. Главные игры северной и южной зон прошли в Дербенте и Баба-Юрте. В гости к одноименному клубу в Дербент приехал Леки из Маграмкента. Крупная победа в прошлом туре позволяла считать гостевую команду фаворитом этой игры. Хозяева же первый тур пропускали, поэтому для них первенство только начиналось. Четко реализованный пенальти и забитый после штрафного гол этого хватило Дербентам для того, чтобы добыть первую домашнюю победу в сезоне. В зоне север в Баба-Юрте Юлдус принимал у себя коллектив из Хасавюрта. Подопечных Исмаила Холенбекова ждал непростой прием. Дважды, отыгравшись после пропущенных голов, они смогли забить еще два мяча и в итоге победить со счетом 4-2. Сборная Дагестана по спортивному микс-файту стала лучшей на чемпионате России. Соревнования с участием около 600 бойцов из 35 команд завершились в городе Ясинтуки, Ставропольского края. Дагестанская дружина под общим руководством Бодави Гасанова завоевала 38 золотых, 22 серебряных и 45 бронзовых медалей. Второе место в общекомандном зачете досталось сборной Чечни, третье у Карачаева Черкесии. Победители турнира поедут на чемпионат мира. Хоккеист Курбан Лематов попал в сферу интересов клубов НХЛ. Об этом журналистам рассказал дядя спортсмена Рамазан Лематов. 16-летний выходец из села Шуркли до Хадаевского района живет и тренируется в Москве. Сейчас он играет в составе юношеской команды «Динамо» на позиции атакующего плана, привлекается в молодежную сборную России. Его уверенную игру заметили заокеанские специалисты. Скауты НХЛ заманивают Рамазана в Америку хорошими предложениями. Но в России у него действующий контракт и менеджер, который, к слову, занимается делами звезды Александра Овечкина, пояснил дядя юного дарования. На этом у меня все. С вами была Ларьяна Шемхалаева. Следите за нами также в соцсетях. Всего вам доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова